Информационно-профилактический проект «Поговорите с доктором» Встреча с известными медиками Оренбуржия На ваши вопросы отвечают врачи разных специальностей Каждая программа – диалог на заданную тему Ваши вопросы авторы проекта получают на сайте Центрпрофилактики.рф и передают их ведущей Софье Ковалевской Мы говорим о самом важном – о том, как сберечь и приумножить здоровье Я рада приветствовать вас на площадке онлайн-проекта «Поговорите с доктором», организаторами которого выступают Оренбургский областной центр медицинской профилактики и региональное министерство здравоохранения Сегодня у нас в гостях ведущие специалисты медики Областной клинической больницы номер 2 Доктор медицинских наук Светлана Константиновна Кшнясева Заведующая женской консультации И уролог-андролог Оренбургской областной клинической больницы номер 2 Сергей Викторович Михаленко Ну, судя по присутствию врачей именно этой специальности Вы понимаете, что речь пойдет о мужском и женском здоровье В частности, о репродуктивном здоровье Давайте вот начнем наш прием Я буду тут регистратуру представлять, ладно? А к вам отправлять на прием наших телезрителей Вот первый вопрос от Ирины Наверное, вам стоит ответить на него вместе Она вас приветствует и спрашивает Много ли у нас сегодня бесплодных семей? Собственно, в чем причина этой проблемы? Достаточно много Превышает уже 15% в нашей стране И, конечно, приближается достаточно критической отметке 17% это уже очень критично Когда среди пар 17% испытывают проблемы с наступлением беременности И самое главное, что процент мужского бесплодия Относительно женского растет в разы Допустим, 10 лет была совершенно другая статистика Ну, а в незапамятные времена вообще в этой проблеме Обвиняли всегда женщин Слава богу, обвинений сняты Да Я все за женщин, понимаете? Светлана Константиновна, вам прям вот напрямую вопрос от Натальи Подскажите, пожалуйста, эффективный способ борьбы с молочницей Лечилась назначенными препаратами, но она периодически снова возобновляется Ну, это сложная проблема, рецидивирующий кандидоз Это часто связано с какими-то факторами риска Поэтому просто так сказать, какой эффективный способ Невозможно Надо сначала провести обследование И выявить, возможно, какие-то дополнительные есть инфекции Которые способствуют рецидиву этой молочницы Узнать также состояние уровня глюкозы крови Узнать, какие факторы общие могут повлиять на то, что рецидивирует этот кандидоз Поэтому все-таки необходимо сдать бак-пассив на инфекции, придавшись половым путем Помимо исследований на молочницу Выяснить уровень глюкозы крови И тогда уже назначать эффективную терапию Ну и, конечно, самостоятельно искать пути борьбы Нет, самостоятельно не надо Ни в коем случае Я бы еще добавил лечение партнера Да, да, это тоже важно Вопрос от Анны Мужчины нынче в большинстве своем Сергей Викторович, как считает Анна Безразличны к собственному здоровью Вот я, продолжает она, например, своего мужа Не могу уговорить сходить сделать флюорографию Сделать УЗИ, анализ крови Но как все-таки убедить человека Быть более ответственным к своему здоровью Или это, в принципе, бесполезно И ждем ситуацию, пока петух не клюнет Это как бы общие анализы А уж что касается сугубо показателей мужского здоровья Видимо, их просто пугаются Но, к сожалению, на самом деле такая ситуация у нас Со всеми мужчинами Вот, я не знаю, что это особенности нашего менталитета Или невежество Да, или невежество Потому что очень часто бывают такие случаи Когда медицина уже бессильна Или онкология Вот, та же самая, там, рак простаты Растет семимильными шагами Рак почки Рак мочевого пузыря В общем, рак яичка То есть заболевания Манифестно растут Онкологические И, в принципе, в многих случаях Можно было бы помочь Если бы заболевания были диагностированы На ранних этапах Ну вот, наверное, мне не стоит спрашивать вас Мужчину Все-таки вы в первую очередь доктор Но вот какие найти механизмы Для того, чтобы заставить Любимого человека, супруга Все-таки совершить этот шаг И сделать поход к медикам Ну, я считаю, что женщина Каждый, она достаточно умна Может одного своего мужчину Как-то привести к тому Чтобы он пошел И, так сказать, обследовался полностью Чтобы семья была здорова Потому что если будет здоров мужчина Будет здоров супруга И, так сказать, основная же экономическая Как бы, ну Составляющая Составляющая, конечно Все-таки на мужике Вот А тем более, если в семье есть дети Я, например, всегда своим пациентам говорю Вот с тобой, если что-то случится Кому будет нужна твоя семья и дети? Кто будет их содержать? Ну, многие, так сказать, идут, обследуются Бросают курить и так далее Серьезный аргумент Вообще, на сегодняшний день Вот изменилась ситуация В плане обследования мужчин Первая, как бы, ласточка Все мужья беременных женщин И партнеры Они стали в женских консультациях Тестироваться на ВИЧ То есть это в порядке Обследования партнера И, мне кажется, это первый какой-то момент Да, когда мужчин Женщина ведет за собой Женскую консультацию И вот если бы еще, наверное, в женских консультациях Посадить в каждую женскую консультацию По урологу Это было бы вообще замечательно Да, Сергей? Шикарно, шикарно А потом можно же Есть сейчас всякие вот эти обследования Урологические опросники То есть начиная с того, как мужчина мочится Допустим Потому что мы даже по телевизору Видим постоянно рекламу Медицинских препаратов Да, да, да А наглядно, допустим Чтобы довести до каждого конкретного человека Вот он пока сидит, грубо говоря Ждет жену, пока она там музей пройдет Вот на столике лежат анкеты Пожалуйста, анонимно заполни их Поставь там номер какой-то Доктор почитает и ответит, так сказать Проанализирует И уже определит Есть ли у данного мужчины Какие-то проблемы начальные Или нет То есть это как бы Обратная связь должна быть Нужно все это масса в народ А вот знаете, скажу Прям страшную вещь, Сергей Викторович Вот очень многие даже не предполагают Что есть такая медицинская специальность Уролог-андролог Вообще вот В составе вот этого сообщества У нас достаточно специалистов? Ну скажу, что специалистов недостаточно Вот И как бы Юридически Нет андрологии у нас, понимаете Не признано То есть в Европе есть врачи Урологи-андрологи А в России как-то нет Ну то есть есть доктора Которые занимаются репродуктивным здоровьем Вот А юридически мы пока, так сказать Не отделены Вот Но собственно в этом страшного ничего нет Вопрос только в другом Что нет кадров И нет преемственности Вот Я говорю преемственности в каком плане? Потому что андрология Она же, мы же Конечный этап уже Мужчин Обследуем Которые уже полувозрелые Понимаете? А у нас нет, допустим Чтобы вот Если ребенок родился с какой-то проблемой С крипторхизмом Там монархизм и так далее С гипосподией То есть нет От педиатров у нас Подросткового отряда Да, 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 да И у нас теряются эти люди И когда они Уже в зрелом возрасте Ну Вступив в брак Приходят к нам С проблемами Репродуктивного здоровья Оказывается, что Тех или иных пациентов Можно было в раннем Так сказать Возрасте И проблемы не возникли Решить, да Или оперативное лечение Какое-то Иногда бываем Сталкиваемся с таким случаем Что назначают Неквалифицированные Допустим Доктора Гормональную терапию Которая вообще Противопоказана им Понимаете? То есть это усугубляет Еще состояние Поэтому как бы Это такая Отрасль медицины Тут нужно и эндокринологию Знать И венерологию И психологию В общем Комплекс таких Здравствуйте Вопрос, наверное, вам Сергей Викторович С какого возраста Нужно начинать Сдавать анализ на ПСА И как часто Это следует делать? Ну Как бы Есть определенные нормативы Считается, что Каждый мужчина После 40 лет Должен сдавать Анализ на ПСА Ну ПСА Это всем известный Простатоспецифический антиген Ох, далеко не все Да Но это высокомолекулярный белок Который вырабатывается В простате У каждого мужчины И по концентрации Этого вещества Судят о тех или иных Заболеваниях Об аденоме простаты Там простатите Или Что самое главное О раке предстательной железы И считается, что До 4 единиц Показатель считается нормой Но в последнее время Значит, как бы Новая Появилась такая тема Что если ПСА Выше 2 единиц То сдавать его нужно Не 1 раз в год А 2 раза в год Лариса Соловьева-Осколкова Вас приветствует И очень интересуется Вот чем Опасна ли онкозаболеваниями Беременность после 45 лет Беременность после 45 лет Это вообще, конечно Беременность Не совсем желательно Возраст Потому что для женщины Оптимальный репродуктивный период Когда она должна рожать Это с 18 до 35 лет То есть когда организм здоров Когда хороший генетический материал Хорошие качественные циклетки И когда женщина Еще как бы не обладает Каким-то комплексом Соматических заболеваний Которые накапливаются с возрастом И как бы природа Так предусмотрела Что все-таки До 35 лет Желательно с репродуктивной функцией Уже заканчивать Если все нормально А уже как бы Остальное время После 40 лет Гормональная функция Идет на угасание В том числе и репродуктивная И конечно Наступление беременности Особенно если это используются Какие-то Дополнительные Дополнительные механизмы Это не совсем благоприятно И при наличии Каких-то зачатков Опухолевого роста Это может стимулировать Развитие опухолевого процесса Потому что беременность Это всегда рост И рост Любых клеток В любом органе Может произойти Поэтому надо рожать В свое время То есть планировать Свою женскую жизнь И прежде всего В этих планах Должно стоять Рождение ребенка В возрасте Оптимального первого До 25 лет Замечательные планы Вопрос от Натальи Подскажите пожалуйста Как долго можно использовать Таблетированные Контрацептивы И они в свою очередь Не приводят ли К раку Следует сказать Что контрацептивы Гормональные Они конечно К раку не приводят Они даже снижают Риски рака Допустим Толстого кишечника Рака яичников У них даже есть Такие плюсы Но перед назначением Этих препаратов Необходимо пройти Обследование Выявить противопоказания Если есть возможные Если противопоказания нет То это достаточно Хороший Эффективный метод Контрацепции У женщин В репродуктивном Возрасте В ранней фазе Если она не планирует Беременность Но я считаю Что как бы И рекомендую своим пациенткам Слишком длительный прием Многолетний Контрацептивных препаратов Он может привести К подавлению Собственной функции Яичников Если она нестабильная И допустим Женщина если получает И в итоге может привести К тому что Менструальная функция Подавляется И мы потом ее восстанавливаем Поэтому все таки Несколько лет приема И несколько месяцев перерыва Необходимо Необходимо Чтобы организм Восстанавливался После отдыха И свою гормональную функцию Налаживал естественным путем В эти месяцы отдыха Мой любимый Космический Женский организм Вопрос от Светланы Добрый день Подскажите Какое обследование Молочных желез Лучше пройти Что это лучше УЗИ или Момография Все зависит от возраста Но вообще Для обследования Молочной железы Рекомендуется тройной тест Первый Это пальпация По которой проводится доктором Второй Это маммография И третий Это УЗИ То есть лучше проводить Все в комплексе Но все-таки Момографическое исследование Рекомендуется Женщинам уже Старше возрастной группы С 40 лет Впервые его рекомендуется В возрасте 35-36 лет Однократно А затем уже С 40 лет Один раз в два года С 50 лет Один раз в год И комплексное Когда мы проводим И маммографию И УЗИ И один доктор Все это оценивает Это конечно Оптимальное исследование Молочной железы Совместно конечно С пальпацией Ясно С анализом на ПСА Мы разобрались От одного до двух Раз в год Что касается УЗИ Момографии Светлана Константиновна Ответила Вопрос мужской От Сергея Поставили диагноз Аденома Предстательной железы Чем это грозит И насколько это опасно Ну Раньше Если Лет 30 назад Это был приговор То есть Оперативное лечение На сегодняшний день Существует достаточно большое Количество лекарственных препаратов Которые Сокращают риск Оперативных вмешательств И Здесь Решается вопрос В каждом конкретном случае То есть Обязательно нужно найти Врача-уролога Проконсультироваться Сделать ПСА Провести урфлоуметрию То есть Проверить Нарушение мочи Испускания Сделать УЗИ Предстательной железы Посмотреть Если там остаточная моча То есть Врач уже должен определить Нуждается ли данный пациент В оперативном лечении Допустим Трансуратуральная резерция Или Допустим Его можно вести Консервативно Таблетировано Но Общемировая практика Такова Что По-моему На 65 или 70 процентов Оперативная активность В данном направлении Снизилась То есть Сейчас пациенты Идут консервативно Отличный прогноз А чем это грозит Спросил Сергей Ну Если не лечить Рано или поздно Может возникнуть Острая задержка мочи Которая неизбежно Приведет к оперативному лечению Ответили Глоукома Повышение внутриглазного давления Протекает бессимптомно И без лечения Приводит к слепоте Риск развития заболевания Увеличивается после 40 лет Если ваше зрение Быстро ухудшается Вы ощущаете боль В области глазницы И затуманивания Срочно посетите Офтальмолога Чтобы выявить Глоукому на ранней стадии Пройдите диспансеризацию В поликлинике По месту жительства Узнайте больше о своем здоровье Бесплатная экспресс-диагностика Состояния организма В Государственном областном центре Медицинской профилактики На улице Алтайской, 12А Телефон для записи на прием 8-35-32-703-245 Чтобы победить рак Нужно опередить болезнь Только ежегодный профилактический осмотр И диспансеризация Позволяют выявить Первые признаки страшного недуга Обратитесь в поликлинику По месту прикрепления Уделите время Своему здоровью Вопрос от Анны Вам, Светлана Константиновна Хотелось бы узнать Про эрозию шейки матки Вообще, что это такое Почему бывает И можно ли И как это вылечить Ну, эрозия шейки матки Это название как бы народное Правильное мы говорим Эктопия шейки матки Это участок цилиндрического эпителия На наружной поверхности шейки матки Который выглядит как пятно красного цвета И поэтому его называют эрозией На самом деле, если как бы Женщина наблюдается регулярно Обследование проходит в кабинете патологии шейки матки И если она не является носителем Вируса папиллома человека Высокоонкогенных типов Это доброкачественный процесс И необходимо наблюдение до родов То есть пока женщина не родит Если же она является носителем Вируса папиллома человека Возрастают риски онкопроцесса шейки матки Поэтому рекомендуемое обследование При наличии эктопии шейки матки Это осмотр в зеркалах Проведение кольпоскопии В том числе расширенной кольпоскопии Взятие анализов на онкоцитологии И на вирус папиллома человека Особенно 16-18 тип Если женщина уже родила И плюс у нее имеются изменения Выраженные при взятии Цитологических исследований И гистологических То тогда уже рекомендуется Оперативное лечение данного метода С помощью щадящих таких методов Допустим радиоволновой Либо лазерный метод лечения Эктопии шейки матки Но я так полагаю Что вот Лично Анна не обязана Обладать такими широкими знаниями И предлагать доктору провести Такое, такое, такое обследование Это предлагается именно докторам Это предлагается докторам Да, просто необходимо Обращаться регулярно К врачок-широгинекологу Не реже, чем раз в полгода И проводить эти исследования Вопрос от Светланы Добрый день Скажите, пожалуйста Нужно ли лечить уреоплазму? Я слышала, что это не патогенный микроб И ничего страшного Если он есть в организме Так ли это? Раньше, как бы говорили Ну, буквально там 10 лет назад Что уреоплазма, там микоплазма Условно патогенная флора Лечению она не подлежит Вот Но, как бы наука не стоит на месте Потом оказалось, что вот Те дети, которые рождаются Это чисто мужская проблема? Нет, нет, нет Я сейчас не добавлю Да, вот Доказали, что те дети Которые, допустим, рождаются С серебральным параличом То это, как бы, внутриутробная инфекция И большое значение При этом В этом принадлежит как раз Уреоплазмная, микоплазмная инфекция И мы Всех, 100% Нашей семейной пары Обследуем на эти инфекции То есть они обязательно входят В спектр обследования Вот И если находим Независимо от степени Обсемененности Там концентрация этих микробов Вот Мы всегда их лечим Делаем контрольные анализы И только после этого Разрешаем нашим пациентам Беременеть То есть вот этот тезис Светланы Ничего страшного Исключает Категорически Итак Женщину, у которой были потери беременности Замершие беременности Выкидыши Мы всех обязательно обследуем В целях планирования следующей беременности И наиболее часто То, что высевается В бактериологических исследованиях Это Ореоплазма и трихоманиолаз Именно бактериология Да, да, да ПЦР не выявляет данный вид А именно делать необходимый бактериологический пассив Евгения спрашивает Дайте, пожалуйста, совет У меня всегда очень болезненно проходит первый день месячных Мне все говорили Вот родишь и все пройдет У меня уже два ребенка А ситуация все та же Вообще можно как-то что-то сделать и помочь Необходимо исключить явление Нет ли там эндометриоза Потому что вот это Ольгодисминария Это чаще всего проявление эндометриоза Первым этапом Чаще всего мы назначаем Для уменьшения болезненности месячных в первые дни Это нестероидные противовоспалительные препараты Дальше идут на втором месте Как бы контрацептивные препараты Оральные Они тоже уменьшают объем кровопотери и болезненности Ну и препараты гистогенного ряда Которые применяются при лечении эндометриоза То есть надо исключить эндометриоз То есть придя в очередной раз к своему доктору Я надеюсь, что у Евгении есть такой доктор Она говорит, я пришла По поводу исключить Почему у меня очень болезненности Несмотря на то, что женщины дважды родившие То есть у нерожавших девочек Это может быть физиологично А вот чаще всего, если женщины рожавшие Менструации не должны быть болезненными То есть это могут быть причины И миомы какая-то субмукозная То есть достаточно много причин Поэтому необходимо пройти обследование Алифтина спрашивает Обязательно ли нужно оперировать миому матки? Нет, не всегда Все зависит от того, симптомны это миомы Либо нет То есть проявляется ли миома такими симптомами Как кровотечение, рост опухоли Нарушение функции рядом расположенных органов Если миома небольшая То требуется только динамическое наблюдение Не реже, чем раз в полгода Делать УЗИ, появляться у своего гинеколога А если уже клинические явления проявляются Допустим, обильные очень менструации Или миома очень быстро растет Достигает больших размеров То тогда уже склоняются к оперативному лечению Но помимо оперативного лечения Есть еще и другие методики высокотехнологичные Допустим, как эмболизация маточных артерий Которые успешно применяются в областной больнице номер один И пациенток, допустим, которые еще не выполнили Репродуктивную функцию Есть миома Тех женщин, которые еще как бы Не хотят убирать Да, матку Тем рекомендуется данный метод Который сохраняет Как бы еще репродуктивную функцию В дальнейшем у женщины Вопрос от Сергея Ну, наверняка он вам Конечно же, Сергей Викторович Здравствуйте, вас тезка приветствует Можно ли как-то улучшить подвижность сперматозоидов? Или это уже нереально? Ну, почему же нереально? Очень реально Ну, во-первых, нужно выяснить причину Первое, нужно исключить Так называемые варикоцели, которые бывают там У каждого десятого мужчины То есть расширение вен семенного канатика Чаще всего это бывает с левой стороны Если доктор отвергает этот диагноз Нужно провести скрининг, мы уже говорили На инфекции, передающиеся по вам путем Если в данном разделе тоже все хорошо Нужно посмотреть гормональный фон То есть исключить гипогонадотропное состояние Вот И скорректировать его Вот То есть встречаются разные нарушения И снижение концентрации сперматозоидов Снижение активности Снижение морфологии Так называемой олигостена Тератозооспермия Вот И очень много внешних факторов Которые, кстати, влияют на показатели Тактико-технические характеристики сперматозоидов Самое банальное То, что есть у нас у всех Это сотовый телефон Как правило, мужчины носят их в карманах Серьезно? Абсолютно Вот В Европе уже законодательно запрещено Чтобы школьники не носили сотовый телефон И в карманах брюк Это уже в ранг закона введено Вот И я всегда своим пациентам говорю Ребята, не носите Они задают вопрос А где? Я говорю Ну, купите себе барсетку Ну, ни в коем случае Так сказать, в брюках носить его нельзя Курение Очень сильно влияет Тем более, я всегда привожу пример Вот представьте Сперматозоид созревает 75 суток Вы выкуриваете в день пачку сигарет Умножаем 75 На 20 Получается 1500 раз вы их травите И вы что-то от них хотите Поэтому они у вас кривые, косые и так далее Вот Это вообще, так сказать Не требует никаких финансовых затрат Перестаньте носить телефон Бросить и курить Принимать спиртное Через 2-3 месяца спермограммы В большинстве случаев То есть самостоятельно Организм может подключить резервы вот эти, да? Да Да Александр вновь адресует Свой вопрос вам, Сергей Викторович Как можно заподозрить Рак предстательной железы? Есть ли какие-то симптомы? Дело в том, что рак простаты В отличие от аденомы простаты Может, так сказать, первое время Протекать вообще бессимптомно Это связано с локализацией Допустим, если аденоматозные узлы Они в центре предстательной железы Вдоль уретры располагаются А рак простаты, как правило Располагается периферически И как бы уродинамика Ну, по-русски говоря Акт мочеиспускания В начальной стадии к заболеванию Может, так сказать, не нарушаться Вот Почему мы говорили, что ПСА нужно сдавать То есть повышение ПСА Может уже как бы быть преддиктором заболевания То есть мы можем уже как бы предположить Что оно есть Хотя нет клиники, понимаете? Вот А обычные, банальные, конечно, могут быть причины Учащенные мочеиспускания малыми порциями Ноктурия, так называемая Когда пациенты ночью встают Часто ходят в туалет Вот Рези при мочеиспускании Бывает гематурия Когда кровь появляется в моче Вот То есть вот такие симптомы Они всегда должны насторожить И надо сразу же бежать Даже пусть не к доктору Урологу Если тем более там у него запись Там на месяц Или на два вперед Можно в ближайшую лабораторию Которая делает исследование ПСА К врачу-узисту И уже с этим материалом Прийти к врачу-урологу Почему? Потому что врач все равно направит На эти исследования А когда уже пациент приходит У меня так часто бывает Приходит доктор Вот я принес ПСА Принес УЗИ У его руфлометрию Посмотрите меня пожалуйста И мне проще Как бы я уже могу сразу С человеком заниматься дальше Ну а тем более Если мне не изменяет память Анализ ПСА входит в диспансеризацию? Да После 40 лет Вот еще Почему не стоит пренебрегать Диспансеризацией Вопрос от Натальи Наверное будете отвечать вместе Ну вот прям между строк тревога Подскажите куда можно обратиться За эффективной помощью Лечения бесплодия То есть я так полагаю Что этот диагноз бесплодия Уже поставлен Да если в течение года В паре не наступает беременность Мы говорим о бесплодии Так как причина может быть И со стороны женщины И со стороны мужчины То прежде всего Женщина должна обратиться В женскую консультацию По месту жительства Где после проведения Необходимого объема обследования Дальше ее направят уже В отделение охраны Репродуктивного здоровья Которое располагается На базе областной клинической больницы Номер 2 То есть мы сейчас говорим чисто о алгоритме Да алгоритме Да 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 Потому что на сегодняшний день Такая тактика Если более двух лет Нет эффективного лечения То есть естественно беременность Не наступает при консервативных методах Уже применяется В вспомогательной репродуктивной технологии Поэтому десятилетиями ждать не надо Необходимо обратиться К своему участковому гинекологу И он уже направляет уже дальше По этапности В зависимости вот от данной ситуации Да я добавлю пару слов С мужчинами гораздо проще То есть им не нужно никуда обращаться Они сразу могут ехать к нам Записываются в регистратуру На определенное время Приезжают на их обследование Ну вот наверное не стоит Вот все-таки Вот это вот пренебрегать Вот этапность Вот Для мужчин Они могут не брать направление А вот женщин Нам проще Вам все всегда дается Как-то полегче У нас вот еще и этапы должны быть Елена вопрос задает Светлана Константиновна Расскажите поподробнее Про мастопатию Чем это опасно И вообще лечится ли это Сегодня мы это называем Доброкачественная Дезгормональная дисплазия Молочной железы Это обычное нарушение Соотношения между тканями Которые составляют Молочную железу Чаще всего Это заболевание Развивается где-то Ближе к 40 годам Оно связано С гормональными нарушениями Когда у женщин Очень часто бывают Нарушения уровня Пролактин Он повышается Пролактин гормон Стрессорный Поэтому у женщин Какие-то есть Проблемы в личной жизни Стрессы Вот у них они выходят В группу риска Женщины не рожавшие Женщины у которых Были аборты Вот эти женщины Входят в группу риска Обычно клинические симптомы Это боли в молочной железе Нагрубания И если там Не образуется Каких-то очаговых Изменений То есть как Допустим Фиброденомы Доброкачественной опухоли То диффузные Доброкачественные дисплазии Они подлежат Консервативному лечению Это назначает Обычно врач-акушер-гинеколог Так как на сегодняшний день Молочная железа Она как бы В ведомстве Акушера-гинеколога А вот если уже Выявляются Какие-то образования То требуется Консультация Мамолога-онколога И дополнительное Уже обследование А так это Доброкачественные изменения Которые требуют И нормализации Образа жизни И нормализации Гормонального фона И применения Местных препаратов Для коррекции Симптомов Болезненности Егор спрашивает Егор большой молодец Он беспокоится о будущем И спрашивает Насколько надежно Презервативы Защищают от половых инфекций Ну я бы сказал Что на сегодняшний день Не уповать Но презерватива Нельзя Да Да Вот Тактико-технические Характеристики Данного изделия Даже если это Качественное изделие Даже качественное У нас ракета А пробирает Про презерватив Вот Я бы не надеялся Так сказать Не уповал На это Так сказать На это изделие Потому что Это не панацея На самом деле Вот Мы были свидетелями Того что Достаточно большой Процент Наших пациентов Которые обращаются С инфекцией Передающейся полным путем Вступали в контакт Именно с презервативом И были инфицированы Двойной гамбит Два презерватива Лучше всего Надежный половой партнер Да Проверенный Проверенный Ну Тот случай Когда Внезапная вспышка Страсти И малознакомая Партнерша Риск в себе несет Рубашка летит Другую штану И презерватив еще Так ясно Ну что Егор Я не знаю Мы вас не обнадежили Давайте Найдите Свою вторую половинку И не нужны будут Презервативы В принципе Вопрос от Андрея Ой я так рада Что мужчины с нами Активно общаются Редко это бывает Вопрос от Андрея Он пишет Слышал Что у многих Мужчин с возрастом Развивается аденома Подскажите Есть ли какие-то Меры профилактики Можно ли этого избежать Смотрите А мы говорим О безответственном Отношении мужчин К репродуктивному здоровью Конечно Вообще это как бы Связано с нарушением Уровня тестостерона Возникает так называемый Мужской климакс Все же привыкли Что есть только женский Оказывается есть еще и мужской Адрогенодефицит Да То есть Мужчин точно так же Стареет Как и женщина Может быть не так быстро Не так интенсивно Вот потому что Мы все знаем Что репродуктивная функция У мужчин Гораздо дольше Сохраняется Чем у женщин Вот И Смысл в том Что Для того чтобы избежать Роста этой аденомы Я всегда говорю Что Мужики Приходите раз в год К своему участковому Урологу Там Хотите в частный центр Частных центров очень много Делайте контрольные УЗИ Смотрите Если она растет Аденома То на ранних этапах Она очень хорошо Подвергается Консервативному лечению И никаких операций Вам не предстоит В будущем Вот Некоторые приходят Запускают Там возникает Или склероз Представительной железы Или аденома растет Или рак Вот у меня буквально Вчера был Известный человек В городе Но вот Совершенно безответственно Относился к своему здоровью С объемом простаты 154 кубических сантиметра При норме 25 Ух ты С хронической задержкой мочи И уже С образовавшимися Камнями в мочевом пузыре И дивертикулами Мочевого пузыря Конечно Тут уже Только оперативное лечение Так Это серьезный случай Но все-таки Андрей сделал акцент На том Есть ли меры профилактики Я не знаю Здоровый образ жизни Регулярная половая жизнь Что? Вот это Вот именно Как раз в первую очередь Регулярная половая жизнь Потому что Уже доказано Что женатые мужчины Этим заболеванием Страдают на 45% Меньше Чем они женатые Одинокие Вот Потому что происходит Обновление тканей Там Вот У тех мужчин У которых нет регулярной Половой жизни У них склонность К онкологическим заболеваниям К раку простаты Гораздо выше Светлана Константиновна А вот Недостаток Половой жизни В женском организме Тоже Это также приводит К нарушению И возникновению Такой же Подобной опухоли Конечно У мужчин Одинома простаты Женщина миома Ее раньше называли Это болезнь монашек То есть Очень часто Это также Недостаточная активность Половой жизни У женщины Вот Это проявляется И психологическими Нарушениями Женщинами И конечно Это и та же Мастопатия Это также Проявление Нерегулярной половой жизни Миомы Органы атрофируются А мы все зацеломудрие А оказывается Как бы Нет В паре В семейной паре Как бы Не всем везет Светлана Константиновна В этом смысле Вот кстати Камни в почках Могут стать причиной Мужского бесплодия Интересуется Антон Ну как уже Осложненный Там Мочекаменная болезнь Уже там С хронической почечной Недостаточностью Как бы Когда тяжелые Соматическое состояние Но в принципе Нет Отлично Вопрос от Анны Вам Светлана Константиновна Она прошла Курс лечения От хламидиоза Можно ли Снова Заразиться Этой инфекцией Или выработался Иммунитет Нет Можно снова Если партнер Инфицирован Если либо Партнер не пролечен Поэтому всегда Все половые инфекции Лечатся одновременно Половыми партнерами И контроль Излеченности Не менее Иммунитета Нет И обычно Самый золотой стандарт Это нужно делать контроль Именно на хламидийную инфекцию Три раза Три раза Ежемесячно Так Значит Анна должна поговорить Со своим любимым Вопрос от Евгении На каком сроке беременности Можно уже определить Полу-ребеночка Ну предположительно Уже с 12-13 недель Но в 16 недель Уже более точно Можно сказать Аселана Константиновна Этический вопрос Вы за то Чтобы рождение ребенка Был сюрпризом для мамы То ли мальчик То ли девочка Или все-таки Ясность нужна Большинство Как бы сегодня Да Определяет Да Интересно Ну потому что Даже закупают Когда уже Какого цвета Даже одежду Как бы да Но некоторые Это очень мало Таких Которые сохраняют Втайне Ясно Миома может помешать Беременности Спрашивает Елена Ну вот вы знаете На моем окте У большинства пациенток У моих даже С огромными размерами миомы Беременности Присекали нормально Благополучно Но бывает редко Что во время беременности Может допустим Нарушиться питание Да Либо это привести К выкидушу Ну крайне редко В основном Беременности Присекают благополучно Предстоит поездка В общественном транспорте Возьмите с собой маску Антисептик И одноразовые Полиэтиленовые пакеты Если вам предстоит Передвигаться В течение Длительного времени Предусмотрите Запасное количество масок Подходя к остановке Общественного транспорта Обработайте руки Антисептическим средством И наденьте маску Маску необходимо держать За ушные крепления Она эффективна Только в случае Плотного прилегания к лицу Менять одноразовую маску Необходимо Каждые 2-3 часа Несмотря на то Что в салонах Пассажирского транспорта Ежедневно после смены Проводится дезинфекция А во время Межрейсового перестоя Обрабатываются Поручни, ручки дверей Подлокотники Избегайте лишних прикосновений Касания лица И маски При выборе места Старайтесь соблюдать Максимальную дистанцию Друг от друга По возможности Если погодные условия Позволяют это сделать Открывайте окна И верхний люк В салоне Отдавайте предпочтение Безналичному способу оплаты По выходу из транспорта Обработайте руки Антизептическим средством Снимите маску Утилизируйте ее В одноразовый пакет Затем завяжите его И выбросите в урну Если вы используете Многоразовую тканевую маску То положите ее В чистый полиэтиленовый пакет Плотно завяжите По возвращении домой Достаньте маску Из пакета За ушные петли Постирайте ее мылом Или моющим средством В горячей воде Не менее 60 градусов И после прогладьте Горячим утюгом Вопрос от Антонина Я знаю, что раньше На ЭКО брали только до 40 лет Сейчас по-прежнему Сохраняются ограничения По возрасту? Это в зависимости от оплаты Если квоты выделяются По ОМС Конечно, у женщин Младше 40 лет У них выше риск Выше, то есть Вероятность наступления беременности То есть эффективность выше Поэтому исследуются и уровни гормонов И антимюллеров гормон Ну и так как все-таки Возрастная ДПСГ Потому что в старшей возрастной группе Старше 40 лет Очень как бы Низкая эффективность наступления Очень часто используются Донорские яйцеклетки Поэтому все-таки Да Каждый вопрос решается Индивидуально Но чаще всего Да Ну дают Да, все-таки нет Дают квоты То есть однозначно Сказать, что нет То есть у нас Наблюдаются женщины И старше 40 лет Которые вот по квотам Провели В нашем учреждении У мужчин таких ограничений нет У мужчин нет Слушайте, вот все-таки Непреодолимое желание Стать родителями Да, конечно Это самое важное в жизни И женщина готова Претерпеть все И тревоги И боли Да Ну она все-таки должна Вот Наверное С подросткового возраста Уже девушка должна Самое главное Думать, да Что она должна стать мамой Это вот первоначально Должно быть определяющее Вот Она должна думать об этом Там не закончить институт Да, и так далее Она прежде всего Должна думать, что Она вот У нее прям такое Настойчивое желание Должна быть стать мамой И стать это в свое время Да А не старше 40 лет Вопрос от Людмилы Добрый вечер Я слышала, что рак груди И рак шейки матки Может развиваться даже у молодых Скажите, пожалуйста Как часто надо проходить Обследование у гинеколога Если в принципе все в порядке Но чтобы тем не менее Не пропустить онкологию Не реже Одного раза в год Это обязательно Вот Вот если есть фоновые заболевания Не реже, чем один раз в полгода Ну, а Людмила права И рак груди И рак шейки матки К сожалению, да К сожалению, да И высока у нас очень частота Рак молочной железы растет с каждым годом И мы вот в этом году И у 40-летних женщин Обнаруживали достаточно много Рак молочной железы Ну, а рак шейки матки Это наиболее часто Вот репродуктивный возраст То есть и 27, и 26 лет Поэтому действительно Надо обследование проходить регулярно Вопрос от Нины По каким симптомам можно определить рак шейки матки? Так полагаю, ощущения, выделения? Ну, уже когда клиника развивается, это, конечно, запущенная стадия Поэтому необходимо Также, как я говорила Рак просто так не развивается Он развивается, если есть какие-то фоновые заболевания Есть инфекция вируса попелома человека Потому что доказано, что он является триггером в развитии Поэтому, если доктор видит, что есть фоновые заболевания Просто есть изменения при исследовании кольпоскопическом То тогда необходимо лечение фоновых заболеваний А если, конечно, уже женщина не наблюдается Запущенный рак шейки матки Это, прежде всего, кровотечение Прежде всего, основной симптом кровотечения Болевой симптом необычно, как бы, обычно не характерны Все-таки это кровотечение Это обильные выделения типа мясных помоев Вот, такого, да, цвета Но это запущенные случаи То есть, когда ранние стадии ничем не проявляются И мы можем только определить при гистологическом исследовании Взяв биопсию с этого участка подозрительного на шейке матки Вопрос от Надежды Слышала про вакцины от рака шейки матки Что она вот защищает от него Где ее можно сделать Кстати, вот нередко задают этот вопрос Это не от рака шейки матки Это вакцина вируса папиллома человека Высокоонкогенных типов Которые и являются, как бы, факторами риска развития шейки матки В тех странах, где уже это принято государственной программой Допустим, в Австралии Практически такого уже заболевания, как рак шейки матки Можно сказать, не встречается И в нашей стране также обсуждается этот вопрос О включении этой вакцины в национальный календарь прививок Рекомендуется это делать девочкам Начиная в возрасте после 9 лет Оптимально, когда еще она не начала жить половую жизнью То есть после 9 лет Там, допустим, до 14-15 лет Это три инъекции препарата Гордахсила или Церварикс называется эта вакцина Ну, соответственно, раз это дети То это должно проводиться в детских поликлиниках Но это на сегодняшний день платная услуга Потому что не входит в национальный календарь прививок То есть вот сейчас мама услышала, предположим, у нас Может прийти к педиатру Вместе со своей девочкой И высказать свое предположение Что мы хотели бы и отказать ей в этом не смогут Но услуга будет платная Услуга платная, да То есть препараты закупаются самостоятельно Хорошо Вопрос от Ирины Каким последствиям может привести вирус папиллома человека И есть ли эффективное лекарство от него? Ну вот мы уже сказали Что он прежде всего вызывает рак шейки матки у женщин Да, также у мужчин Да, вот поэтому вот в развитых странах Сегодня вакцинация идет не только от девочек, но и мальчиков Да, да, да Рак яичек тоже растет К сожалению И у нас, возможно, спустя несколько лет По желанию родителей Это также будет бесплатная услуга Которая включена в национальный календарь прививок Вам, наверное, вопрос, Сергей Викторович Могут ли чрезмерные физические нагрузки В тренажерном зале стать причиной бесплодия у мужчин? Это может быть при варикоцеле Когда расширены вены семенного канатика Вот, и физическая нагрузка Она может усугубить эту ситуацию Нарушается кровоток и снижается качество сперматозоидов То есть может Светлана Константина Боюсь, что с терминологией собьюсь Вопрос от Виктории При гломирунефрите Возможно ли сохранить беременность в областном перинатальном центре? В зависимости от того, какая форма гломирунефрита И какая функция почек То есть, если, конечно, почечная недостаточность есть То это является противопоказанием для беременности Потому что на почке огромная нагрузка во время беременности И если, конечно, есть почечная недостаточность Конечно, не рекомендуется беременность Но, как бы, у женщин есть такие ситуации Когда отказываются от прерывания И применяются различные методы лечения В том числе искусственная почка Если есть при гломирунефрите Развитие почечной недостаточности Ну, понимаете, мы ведь все равно сегодня говорим Об ответственном отношении к своему здоровью Предположим, если женщина забеременела Не подозревая, что у нее такой диагноз Это возможно или нет? Возможно То есть, это выявляемое бывает такое при беременности Да, но лучше, конечно, перед планированием беременности Да, потому что это провоцируется Беременность, это всегда иммунодефицит И это может спровоцировать это заболевание Но чаще всего, конечно, женщина переносит это заболевание до беременности И поэтому, если она знает, что у нее есть это заболевание, необходимо провести исследование не просто у уролога, а у нефролога, вывести функции почек, и в некоторых случаях, при некоторых формах гламирования нефрита, возможно беременность, а при некоторых невозможно. Поэтому необходимо провести обследование до наступления беременности и решить вопрос об этом. Вот, кстати, мне этот вопрос очень интересует. Молодая влюбленная счастливая пара решает для себя, что они должны стать родителями. Много ли тех, кто до наступления беременности и мужчин и женщин приходят к вам для того, чтобы обследоваться и быть, ну, просто на ближайшие 9 месяцев совершенно спокойным? Радует то, что количество таких породов растет. То есть такой подход, ответ на свое здоровье, на своих будущих детей все-таки на сегодняшний день есть. Обследуют ценные инфекции, передающиеся половым путем. И знают, что необходимо применять препараты фолиевой кислоты за 3 месяца до зачатия. Бросить курицу, как минимум, да? Как минимум, да. И радует, что приходит женщина и приводит своих мужей в женские консультации. То есть у нас все больше и больше мужчин в консультации. Программа внесла определенные просветления в сознание наших земляков. И вот ответственный выбор имеет место быть. Мы будем только рады, если они будут к нам приходить и заботиться о своем здоровье реподруктивном. Это безусловно. Вопрос от Оксаны. С какого возраста у женщин наступает климакс? И как понять, что вот оно? Средний возраст физиологической именопаузы – это 50-51 год. Но бывает, что наступает раньше, бывает преждевременная или ранняя именопауза. Бывает, у женщины и в 35 лет, и в 40 лет может наступить. Это связано и с генетическими факторами, если у вашей мамы было очень раннее наступление. Это связано с операциями, с какими-то предшествующими на яичников. Это связано с какими-то аутоиммунными процессами, когда происходит преждевременное истощение функций яичников. В любом случае, если слишком рано наступила именопауза, необходимо обследоваться. И до возраста, естественно, именопаузы при отсутствии противопоказаний мы рекомендуем прием препаратов именопаузальной гормональной терапии. Если же все протекает благополучно, то женщины не ощущают каких-то патологических симптомов климактерического синдрома. Это просто ступенька. Климакс – это ступенька в жизни женщины. И если все преодолевается, это хорошо, то мы рекомендуем препараты. Правильный образ жизни, достаточно движений, активность, позитивные мыслить. Это следить за своим весом, потому что начинается прибавка веса. Не отказываться от половой жизни. Да, это естественно. Следить за уровнем артериального давления, потому что повышаются риски заболеваний сердечно-сосудистой системы с наступлением именопаузы. И следить за уровнем глюкозы крови. То есть должны быть весы, сантиметровая лента у женщины. И правильный, измененный, если с наступлением именопаузы, несколько образ жизни. Ну вот, Сергей Викторович, как проходит этот процесс у женщин, я могу себе предположить. Главное, происходят какие-то психологические сбои, депрессии, слезливости, раздражительность. А как мужчины переносят климакс? Вы знаете, иногда очень тяжело. Вот Антон Павлович Чехов, да, он сам же был врачом, как известно. Конечно. Вот, есть знаменитый рассказ «Ионыч». И там, это классика жанра, описывается возрастной андрогенодефицит. Я всех отправляю прочитать этот рассказ. Сегодня же перечит. Прямо сегодня. Прочитайте, полностью все описано, полная клиника. Хорошо. Пусть будет загадка. Так, где можно сделать в 30 лет прививку от ВПЧ? Вопрос от Ольги. Или это уже поздно? Если женщина живет половой жизнью, как бы не совсем, да, уже своевременно, ну, проводится, проводится, но все-таки эффективность снижается. А где, спрашивает Ольга? Это можно сделать в женских консультациях. Ну, то есть, контакт со специалистом, объясните ситуацию и придете к единому решению. Мы говорили о спортивном образе жизни. Инна подхватывает эту тему и спрашивает. А вот спортивное питание вредит мужскому здоровью? Я очень часто видел, что вредило. Ага. Вот, очень часто. Вот. Потому что там кто-то принимает еще какие-то анаболические препараты. То есть, сперматогенез нарушается. Вроде бы он парень здоровый такой, весь накачанный, рельефный. Можно анатомию изучать там, да, где какие мышцы. Трицепсы, квадрицепсы там. Вот. А смысл-то в том, что, как Маяковский писал, облако в штанах. Там репродуктивная функция равна нулю. Вернемся к ПМС. Вопрос от Эльвиры. У меня ярко выраженные проявления ПМС. Подскажите, как можно убрать их и что делать? У меня такое ощущение, что Эльвира чуть-чуть в отчаянии. Прежде всего выяснить, какие явления. Потому что у кого-то выражены больше психоэмоциональные, раздражительность, депрессия, да, ничего не хочется. Да, да, да. Но приливы это все-таки для климатерического синдрома характерно. Предминструальный, либо раздражительность, депрессия, либо наоборот отечность, головные боли, прибавка веса. То есть какой симптом выражен. То есть тут проводится в основном симптоматическая терапия в зависимости от выраженности симптомов. И это, если это депрессия, психоэмоциональные нарушения, то прежде всего мы консультируемся с психотерапевтом, объясняем, почему это происходит. И препараты, которые начинаем с самых таких мягких, да, вплоть до антидепрессантов иногда применяется. Если это выражены обменные эндокринные симптомы, то мы даже легкие диуретики назначаем, когда отечность, когда прибавка веса, когда головные боли, необходимо еще консультироваться с неврологом, посмотреть развитие внутричерепной гипертензии. То есть все в зависимости от, какие симптомы выражены. Вопрос от ЛиИ. Еще раз, пожалуйста, про эндометриоз. Чем он опасен? Какие меры надо предпринимать для его лечения? Что только операция? Вообще, слово операция очень пугает. Это болезнь современных женщин, потому что мало беременнуют, мало рожают. Если раньше рожали, кормили грудью, снова беременели, рожали, кормили грудью, и у женщин не было менструации, на сегодняшний день постоянная менструация приводит к развитию такого заболевания, как эндометриоз, который проявляется у женщин болезненными месячными, кровотечениями, в том числе и бесплодием. Поэтому основа лечения этого заболевания современного, современных женщин, это прежде всего гормональные препараты, которые подавляют развитие этих очагов. Если, конечно, бывает, что очень выраженные изменения, то есть, допустим, эндометриомы, когда большие кисты эндометриоидные, то тогда применяется оперативное лечение. А в большинстве случаев, если нет таких образований больших в яичниках, либо в матке, то применяется гормональная терапия препаратами, допустим, на первом месте сегодня препарат гистогенного ряда Визанна. Я думаю, что вот наша сегодняшняя программа, а в течение часа мы говорили именно об этом, ну, заложит на уровне подсознания и взрослых женщин, совсем юных девчонок, и мужчин, которые были сегодня крайне активны, и юноши, вот такие главные постулаты, следуя которым, возможно, в будущем проблем и не будет. Или если будут, то они будут сведены к нулю. Вот об этом мы сегодня говорили с гостями нашей программы, ведущими специалистами областной больницы номер 2, доктором медицинских наук, заведующей женской консультацией этой больницы Светланы Константиновны Кшнясевой, и с доктором-урологом-андрологом этого же лечебного учреждения Сергеем Викторовичем Михаленко. Я вам очень-очень благодарна. Тема деликатная, и мы очень корректно поговорили обо всем. Спасибо большое. И спасибо нашим слушателям и зрителям, потому что корректные были вопросы, грамотные по существу. Да, за это огромное спасибо. Вообще наша аудитория сегодня как-то была вот единым фронтом. Очередной выпуск нашей программы близится к завершению. Всем, на самом деле, кто принял участие в разговоре с доктором, спасибо большое. Пусть вся информация пойдет вам на пользу. Всем желаю здоровья отличного, крепкого и репродуктивного в том числе. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин